Сейчас к нам присоединяется наш первый гость Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины Юг. Наталья, доброе утро. Спасибо, что так рано нашли время к нам присоединиться. Наталья, первый вопрос традиционный. Какая последняя информация по южному направлению? Какие есть, возможно, сведения об ударах последних за эту ночь, по крайней мере, со стороны оккупантов? Слава Украине и всем, конечно, желаю доброго утра, в отличие от той ночи, которая, допустим, была на юге. Но то, что мы уже пережили, мы просто делаем выводы и идем дальше, потому что останавливаться нам ни в коем случае нельзя. Да, действительно, ночь была очень насыщенной, в том числе и по всем абсолютным участкам нашего фронта южного направления. Это и ночной удар дроном Камикадзе по Кривому Рогу, где повреждено здание учреждения образования. Это и обстрелы Николаева. Снова Николаевская область под ударами ракет С-300. Пока информации про жертвы не поступало, идет анализ ситуации, потому что обстрел был достаточно массированный. Также на Николаевске снова активизировались дроны Камикадзе и в попытке нанести удар были сбиты над Днепропугским лиманом. Тоже результаты еще уточняются, потому что, я же говорю, ночь была очень насыщенной такой. Все-таки сохраняется такая специфика нашего региона в том, что дроны Камикадзе, запущенные с временно оккупированной территории, достигают как раз вот этих направлений. Это и Кривой Рог, и Николаев, и Одесская область. В Одесской области достаточно спокойная ночь прошла, но мы понимаем, что это может быть затишье перед бурей. Кстати, у нас начинается шторм, и вполне возможно, что снова море принесет минные сюрпризы. Поэтому предупреждаем всех о том, чтобы были максимально осторожны. Даже не говорится сейчас о пляжной погоде, но прогуливаясь вдоль побережья, нужно помнить, что разлет обломков мины может достигать 100 метров. Вот вы упомянули не единожды про дроны Камикадзе. Вот насколько сложно их сбивать, и как украинские силы практикуются в этом, какие успехи у нас? Они специфичны для выявления средствами противовоздушной обороны, поскольку летят очень низко и медленно. Это нетипично для тех средств, которыми мы их выявляем, но они слишком громкие, их слышно даже невооруженным ухом, можно так сказать, и они выявляются с помощью тепловизора в том числе. Ну и просто анализ ситуации и отслеживание обстановки нам помогает также выявлять их на стадии вылета. Сбиваются они не только средствами противовоздушной обороны, но и стрелецкой сброей и стрелковым оружием. И это говорит о том, что, в принципе, их могут сбивать и обычные патрули с земли, и пулеметные очереди, которые тоже расположены с учетом того направления, куда могут быть направлены эти. То есть мирные жители тоже могут их заметить, да, вот в небе. Как спастись, какие действия у человека должны быть, если он видит в небе этот дрон Камикадзе? Да, мы неоднократно предупреждали, что если слышно характерный такой звук мотора-мопеда, вы знаете, их даже прозвали так, мопеды, летающие мопеды, или бензопилы, вот характерно очень яркий, разрезающий воздух звук с неба, это говорит о том, что, скорее всего, происходит атака дронами, и необходимо прибегнуть к укрытию какому-то, найти убежище для себя. А если нет такой возможности, то постараться держаться подальше от объектов, в которые специфично эти дроны направляются. Это административные здания, это объекты критической инфраструктуры, объекты стратегической инфраструктуры, это могут быть и торговые центры, поскольку они щедро оснащены стеклами и декоративными элементами. То есть задача врага нанести максимальный вред, а это значит, что такие обломки будут максимально вредить окружающим и населению. Наталья, вот вы рассказали как раз о воздушных ударах по объектам, а какая ситуация с сухопутными войсками оккупанта происходит? То есть вот там в том же отрезке на правом берегу Днепра, вот возле Херсона, там в других, возможно, направлениях? У нас есть определенные успехи на продвижении линии фронта в восточном направлении, то, что мы говорим об углублении наших войск. Пока мы не раскрываем направления и населенные пункты, где действуем более активно. Но мы говорим о том, что оккупанты продолжают держаться за те рубежи, которые уплотнили железобетонными конструкциями, хотя на многих направлениях они уже меняют рубеж на более глубокий, то есть уходят со второго рубежа на третий. Это, в принципе, адекватная реакция на продвижение наших войск. Также они активно используют авиацию, пытаются ударять по тем населенным пунктам, которые совершенно недавно были провозглашены как освобожденные, и максимально наносить вред туда в свете того, что они ассоциируют себя с неушедшим контролем с этих населенных пунктах, чтобы у местного населения было ощущение, что продолжается их присутствие. А вот после псевдо-референдумов, которые Россия провела на оккупированных украинских территориях, южных, я имею в виду конкретно, как-то изменились действия оккупационных войск? Критического изменения не произошло, если только не учитывать, а как это не учитывать, что они ходят по дворовыми обходами и составляют списки потенциально мобилизированных людей, кого они собираются забрать в войско, и многих забирают непосредственно, потому что это возраст призывной, и мужское население такого возраста их вполне устраивает, как они себе видят, для пополнения рядов их длинной, но заканчивающейся армии. И то, что эта часть населения попадает под такую обработку, в принципе, нами была предусмотрена информационная кампания, которую мы проводили среди этих людей, научила их тому, что правильно делать для сохранения своей жизни и последующих действий в согласовании с силами обороны Украины. Наталья, то есть, по вашим словам, получается, что даже, ну, я больше чем верен, что вот все эти люди, которых там собирают списки и пытаются мобилизировать, они не брали вот этих российских паспортов, да? То есть, получается, что вот эта фактически узаконенная вот эта аннексия позволяет им теперь любого гражданина, даже Украины, на их территории, которая временно захваченная, они все равно, это для них повод, чтобы их вот так вот забрать, мобилизировать и так далее. То есть, получается, что, ну, даже для этого необязательно иметь российский паспорт, который там коллаборанты, например, те же получали. Условно они, конечно, пытаются подогнать вот такие рамки, то есть, всех тех, кто имеет такие паспорта, безоговорочно мобилизируют, кто не имеет, их вывозят для того, чтобы, так скажем, переубеждать своими внутренними методами, о которых мы уже знаем и видели различные их проявления, в том числе и в Гуче, и в Изюме, да, где они устраивают специальные обустроенные подвалы для применения такого убеждения. И для того, чтобы насильно паспортизировать и потом мобилизировать. А вот как обстоят дела с мостами слева на правый берег на Херсонщине? Потому что давно ничего не было об этом слышно. В каком они состоянии? Имеют ли возможность оккупационные войска перебрасывать себе туда подкрепление с одного берега на другой? Мосты приведены к нам в критическое состояние, которое не предусматривает их транспортное использование путем огневого контроля. Однако оккупанты время от времени подтягивают туда и железобетонные конструкции, и металлические плиты, и другие альтернативные способы для того, чтобы попытаться наладить вот это транспортное сообщение. И при этом в качестве эксперимента, в качестве проверки используют гражданский транспорт для того, чтобы убедиться, что такая система будет работать. Сначала пускают гражданские автомобили, а затем используют их уже для переправки военных грузов и некоторых военных машин, которые может выдержать такая конструкция. Но это связано с огромным риском для жизни, и кроме того, наш огневой контроль все-таки продолжается. Поэтому их такие попытки, это очень малые дозы поставки того, что они пытаются перебросить с левого берега на правый. В большей степени они используют эти мосты для переброски имущества на Мародеринова и попытки эвакуировать тех, кто им близок и дорог, на левый берег с правого. Спасибо, Наталья. Это была Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины ЮГ. Спасибо вам еще раз, что нашли время к нам так рано присоединиться. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...